Всем огромный привет, друзья! Это канал в гостях Уванушки и сегодня я буду готовить цукаты из апельсиновых корок. Также расскажу вам, как легко очистить апельсин при помощи чайной ложки. Ножом срезаю корку с любой стороны апельсина и теперь чайную ложку проталкиваю под самую кожицу вокруг всего апельсина. Вот так вот легко, друзья, очистить апельсин при помощи чайной ложки и мы получаем вот такие вот ровные хорошие корочки, которые идеально подойдут для цукатов. Апельсиновые корки нарезаю соломкой. Переношу корки в кастрюлю или в сотейник и заливаю холодной водой. Отправляюсь к плите, накрываю крышкой и включаю максимальный огонь. После закипания добавляю щепотку соли и варю в течение 4-3 минут. После этого сливаю воду и снова заливаю корки холодной водой. Повторяю то же самое еще 2-3 раза. Это нужно для того, чтобы вся горечь ушла из корок. После того, как 3 раза сменила воду, заливаю корки холодной водой и оставляю на 30 минут. Как прошло время, в сотейник наливаю воду, сок лимона и всыпаю сахар. Все хорошо перемешиваю и после того, как сироп закипит, добавляю апельсиновые корки. Апельсиновые корки в сиропе буду варить на минимальном огне, периодически помешивая. Варю до тех пор, пока не впитается весь сироп. Апельсиновые корки оставляю на 2-3 минутки, чтобы они немного остыли и выкладываю их на противень, застеленный пергаментом. Отправляю противень в духовку, разогретую на 80-90 градусов, плюс режим конвекция. Время сушки цукатов зависит от того, какой влажности вы хотите получить цукаты. Я советую проверять цукаты каждый час и смотреть, какая влажность вам нужна. Я сушила цукаты ровно 3 часа. Вот такие вот у меня получились цукаты, они очень вкусные. При желании их можно покрыть шоколадом, будет вообще очень вкусно. Также такие цукаты можно мелко нарезать и добавлять в любую выпечку. Цукаты я храню в плотно закрытой банке. Пробуйте, друзья, готовьте. Надеюсь, способ вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Желаю вам успехов на кухне и хорошего настроения. Всем пока!